Вот на ослики едут. Вот видно уже Алматы. Начало раздевать манекен. 9,990. Хорошие качества. Нормально, ничего. Кто так ходит? Надо бриться уже. Меню, гарниры. Интересно, Волочко, здравствуйте. Передина ждет очень плохая дорога, по которой мы будем ехать часов 6. Едем по Казахстану уже. Походу хорошая дорога кончилась. Это примерно начинается в этом месте. Хотя, может, и не факт. Поговори, проговори. О, опять прошла мурга. О, верблюды. Привет, мужики. Нифига бараны напылили. Дорогу запылили, смотри. Все, опять конец, дорога кончилась. Сейчас будем думать, что нам делать дальше. Заночевать негде. Я картошку купила. Но на берегу спят коровы. Поэтому мы сейчас будем пытаться проехать в другом месте. Начинаем небольшой сериал Балхаш 2. О, ни хрена себе трактор какой-то везут. Бульдогер. Сейчас попробуем здесь переехать. Едем вот застаро по вот этой дорожке к берегу. Поднимаемся на пол небольшой. О, ни хрена себе. Сейчас увидел, куда нам надо ехать. Сейчас туда проедем. Встал. Идет вторая неделя путешествия. Вот это место мы выехали. Болото и пляж. Снова камни. Сейчас уже 500 самок. Офигели. Какое право они имеют ограничивать вес на озеро? Уважаемые казахи, ответьте. Третья попытка найти нормальное место на западном берегу. Парни, что это такое? На вот этом месте красивом. Вода примерно градусов, наверное, 26. Ну, вот такая вода. Очень не острые камни, поэтому все ходили в кроссовки. Я на таких камнях купалась на каблуках еще. Сначала. И все, ты уже весь здесь в работе. Теперь почему вкупаемся в футболках? Тут. Да, ну камни здесь, конечно, жесткие. Камни капец острые. Поймал, молодец. Первая рыбка. На хлеб? Гостиница необычная. Все большие номера. Все с огромными комнатами. Такие в таком стиле. Царские апартаменты. Но уже старенькая гостиница. Нам сначала предлагали вот этот номер. Ковер здоровый лежит. Кровать вот такая. Ванна вот такая. Отдельная кабина. Просто какие-то мега просторы. Из окна вид вот такое. Домики. Там дальше горы. Офигеть номера. Так, ладно, мы выезжаем дальше на Алматы. А потом поедем, покушаем. И выше поедем. Выше. Где плохая дорога. В комплексе строится новых домов. Вот на ослики едут. Въезжаем в Алматы. Я думаю, что в Алматы мы не попадем. Потому что по этой пробке уже стоим минут 20. Там вон рынок большой. Там поменяем деньги и поедем обратно. Вот видно уже Алматы. Вот такие здания. Горы там. Троица. Поедем сейчас. Разменяем деньги. Вот по этой пробке кое-как проедем. Ковры везет. На Хонде. Сколько всего здесь. Сколько машин. Ё-моё. Это какой-то аппорт. Сейчас посмотрим, что за аппорт. Вот такой большой здесь комплекс. Теперь я уже увидел КФС. Стыканчиком. У меня мои деньги. Он подзарабатывает. Вау. Симпатично. Воманзеро. Кто подумал. Мама сразу хопа сюда. Тебе что, штаны срочно надо? Я сразу в школу. Начала раздевать манекен. Нет, я потрубала. Очень просторный магазин. Причем здесь Алма-Ата. Она холмистая. И здесь даже спуск такой вниз. Гроб. Здоровый-здоровый. Офигеть. И туда еще. И туда еще. Размеры отделов. Зацените. Реска, косметика. Зачем? Нет, крем кончится. На лица. Ресница желтая. За ужин. 9,990. 1600 рублей. Хорошее качество. Это большие тебе. 16 тысяч тенге. Телите на 6. Будет в рублях. Классно. Вот так выглядит примерочная здесь. Это примерочная. Офигенно. Марина в раю. Я не люблю магазины. Нормально, ничего так. Да, не должно быть. Вы еще шутите? Кто так ходит сейчас? 166. Толстовочка. Надо бриться уже. Арикиц. Сколько игру? Меню. Гарниры. Стейк с грибами. Лан Американо. Тальяно Веру. Большое-большое кафе. Здесь, ребята, аквапарк. Майами. Там большой детский парк. Интересно, волна здесь есть или нет? Там на улице еще горки с бассейном. Кот в аквапарк. Кассиры в лодочках сидят. Интересно, в лодочках... Здравствуйте. Какие подарки? Тут большой детский парк. Большой, огромный центр торговый. Ну, пойдем посмотрим, что машина. Нет. Хочешь на карусели прокатиться? Пойдем, басно. Хочешь? 60. Еще 60. Я купил ее на Белго. Ну, там. Видите, все кафе, рестораны. Здесь кинопарк. Нашел Кирилл КФС. Дофига всего. Разница здесь бургеры, да, тоже. И в КФС очередь. Тоже бургеры. Насколько популярна КФС везде, да? Смотрите, какая очередь в КФС. При том же, что здесь бургеры, здесь бургеры и здесь бургеры. Машин в море на стоянке. Здесь очень шумно, мы пообедаем в машине по пути, сэкономим время. Здесь даже разговаривать не слышно. Странная штука. Сколько обдобрел с винтовкой-то. Вот на таких холмах расположена Алма-Ата в преддверии. Подножье этих холмов и гор. Мы, к сожалению, не заехали в Алма-Ату, не посмотрели ее, потому что там большие пробки, а нам сегодня надо успеть проехать по очень плохому участку дороги в сторону Балхаша. Поэтому мы переночевали в гостинице перед городом и выдвигаемся сейчас на Балхаш. И один нас ждет очень плохая дорога, по которой мы будем ехать часов в шесть. Как тут ехать? Скигра тут развязочка. О, как красиво. Застройка коттеджами здесь. Выехали с Алма-Аты и путь держим на город Балхаш. Я рву, если ваш треслый, то есть треслый. Опа. Хе-хе-хе. Ну как? Очень сладкий. Вот это Ковчегайское дохранилище, куда ездить отдыхать вся Алма-Ата. Вот они мы и едем. Прямиком до южной оконечности Балхаши. Мы вышли вот такие вот в степи равнины. Сейчас едем по Казахстану уже. Вот такая перспектива перед Алматы. Проезжаем красивый речко. Не знаю, как называется. Ну, походу, хорошая дорога кончилась. Здесь дорогу раздавила тяжелая техника, которая строит слева магистраль. Это, примерно, начинается в этом месте. Начинается многочасовая жопа, походу. Вот, про то, что люди говорили. Но это все равно намного лучше, чем через Чу. Хотя, может, и факт. Ну, через Чу там орваные дыры. Там очень трудно ехать. Здесь просто трясучка. По крайней мере, здесь мы едем на третьей скорости. А там ехали на первой. Здесь себе отдых строят. А, Боже, тебя как зовут? Нурали. Нурали? Эх ты такой. Ай, Нурали. Застеснялся. Стены, как кружочки. Тут, главное, ничего нет поблизости. Ни деревни, ничего. Прямо в пустыне продают арбузы. Ну, опять прошла бурга. Потом пошел участок а-ля автобан. Два слоя асфальта. Вот такие продавленные здесь участки попадаются. Вообще жаскать. Кони. Кони пересекают. Доброго не дают нам проехать. О, верблюды. Привет, мужики. Посмотри налево. Вон и сколько. Смотри. Офигеть. Всего стада верблюдов. Нифига, бараны напылили. Всю дорогу запылили. Смотри. Чем они там дышат вообще? Идут. В этом еле. Проехали много объездов. Всегда бы такая дорога была. Кирилл лопает картошку. Фри во всем. Никому не дает. Молись машины стоят. Все, опять конец. Дорога кончилась. Нам еще ехать километров 150 до Бомхаша. По этому дерьму. Ну какое небо красивое. Так, сейчас 8 часов 10 минут. Нам еще осталось. Крометров 150 до южной оконечности Бомхаша. Дорога местами ужасная. Местами можно ехать на 4-5. Две машины срабы. А, понял? Одна шайкала сюда просто. Я думал, что у нас фуры атаковали. Подъезжаем к южной оконечности Бомхаша. Озеро. Сейчас будем думать, что нам делать дальше. Потому что здесь ни хрена гостиниц никаких нету. Заночевать негде. И время уже без 29. Так, пересекли разделение. Где нашу? До шу всего 167 километров. А мы в прошлый раз ехали весь день. Айганэм кафе си. Какой-то кафешка, да. Ну вот дорога через Алматы в 100 раз лучше, чем через шу. Хотя тоже не очень. Правка петроль. Ройл. Мощная. С магазином. Сейчас здесь заправимся. Приятный сон в придорожном кафе без кондиционера. Был просто жесть. С выхлопными газами от Камазов. Сейчас мы снова проезжаем цементный завод. Вот он. Не доезжая при Озерске. Километров 150, наверное. И будем пытаться заехать на Балхаш. Каким-то образом. Там мешает железная дорога очень сильно. Будем искать пути езда. Вдоль Балхаша вот эта серая нитка идет. Это железная дорога. Она мешает проезду. Надо будет как-то найти переезд или подземный проезд. Где-то цементный завод. Сейчас в поселке Монорал мы здесь попробуем проехать, чтобы увидеть остров Басарал. И попробуем проехать вот здесь вот, за железной дорогой. Вот так вот, мимо Монорала. Куда-нибудь вот сюда выйти. Или вот сюда вот на берег. Получится или нет. Если не получится, то проедем дальше вот сюда. Вот здесь есть еще одна станция. Называется Жастар. Попробуем здесь переехать железную дорогу. И выехать вот сюда вот на берег. Ой, Баси, Марина. Я картошку купила. Туалет и влагу. Все купила. Держи. С дынькой. Ну, с дынькой. И вот такой с клубничкой в шоколаде. Монорали нам на берег проехать удалось. Может, немножко? Но на берегу спят коровы. Поэтому мы сейчас будем пытаться проехать в другом месте. Начинаем небольшой сериал Балхаш 2. О, ни хрена себе трактор какой везут. Уйдой здесь. Каишники стоят, да. Ну, вот эти, которые быстро ехали там, они были. Станция Жастар. Переезда здесь нет, зато здесь есть подземный геодок вот этот. Сейчас попробую здесь переехать. Но дорога здесь не фонтан. Посмотрим, что за берег там. Едем вот Жастаро по вот этой дорожке к берегу. Пейзаж пока такой. Сейчас выйдем на холм. Там будет уже Балхаш. Здесь мы первый раз, поэтому не знаю, что там будет. Вообще не знаю. Поднимаемся на холм небольшой. Здесь опасные камушки. Но если будет дождь, мы отсюда на этой затерке не выйдем. Манька оживилась. Мне появился интерес к местности. Да. Так. Камера, мотор. Вот он Балхаш. И коровы-то, ел. Это конь. Но здесь красивая коса. И деревья есть. Смотри. Так, с коровами мы решили не ночевать. Поищем другое место. О-хо-хо. Ой, Леш, остановись. Да я встану. Но там камни. Сейчас выйду, покажу. Выйдем, осмотримся. Но здесь ветер. Здесь склон. Там можно рыбу ловить. Но здесь ветер. Ветер и камни. Кондо молодец. Сейчас пойдем поищем. Поспать и поедем. Смотрюсь на город. Немножко вот здесь, когда горные холмы переходят в Балхаш, получается скальная местность. То есть, либо туда дальше ехать, там, Пещаная коса. По той дороге, наверное. Либо сейчас посмотрим, что там. Вот оттуда мы приехали. Через вот этот веток. Это станция Жан-Сар, по-моему. Да, но берег здесь. Ребята, здесь обрызнет. Только дальше начинается песок и пляжи вон там. Наверное, туда будет целехать. Огибая вот этот хребет. Там уже ровно. Короче, нам надо вот эти хребетки. Вон где Маринка. Скидем. Сейчас мы съездим вот тут. Вот посмотрим еще на ту косу. Вот там вот. И потом поедем огибать вот этот хрон. Я сейчас увидел, куда нам надо ехать. Сейчас туда проедем. Проехали через гряду. Здесь тоже каменистый пляж. Там, где холмы, заезжать было ошибкой. Надо ехать вот туда, вот дальше. Здесь прямо камни, крупные камни. Здесь покупаться не получится. Лодка стоит ржавая. То есть только когда мы обогнем последнюю гору, там будет песчаная коса. Ну, наверное, песчаная. Крайне видимо, она желтенькая. Сокол летит, переорел. Сокол. Винка хочет уже в море. А, я хочу покупаться. Встала. Остыть. Я встала очень. Дорога тяжелая, дети болеют, не помогают. Идет вторая неделя путешествия. На камеру посадил большую поролонку. Здесь место, конечно, укромное. Очень укромное. Дорога тяжелая, дети болеют. Вот это место мы выехали. Так, на разведку. Охренеть. Так, и что мы здесь видим? Болото и пляж. И коровы. Трудно даже сказать, нормально здесь или нет. Наверное, надо туда идти, на разведку. Снова камни. Но уже поменьше. Обогнули мы эту косу. Здесь берег вот такой вот. Не знаю, как тут покупаться. Вода теплая. Весь пляж вот такой вот. Рыбу здесь не поймаешь. Придется ехать в другое место. Песчаная коса нас обманула. Ни хрена она не песчаная. И гора здесь. А здесь болотина. Здесь если ветер перестанет, нас съедят комары здесь. Мы вот туда на холм залетели. Сейчас надо будет обратно спускаться. Станция Жасар. Могу точно сказать, мест нет для купания, для отдыха. Все камни, болота. Гарбузы везут. Сейчас будет переезд железнодорожный через дорогу. Прям асфальт будет пересекать переезд. И вот здесь такой залив. Интересно. Попробуем там заехать. Вот это железнодорожный переезд самый. Он и есть. Там мы попробуем спуститься. Там правда есть платные. Сейчас покажем. Мы там в прошлый раз отдыхали, когда автобус пришел. Да, вот здесь красивый голубой. Голубой-зеленый. Здесь вот три острова. Вот они на карте. Три острова. Вот их видно, три острова. Даже деревья на островах есть. Позже 50 самок вроде. Сейчас уже 500 самок. А, Тенге. Офигели. Вот за что? Да, за что. Какое право они имеют? Ограничивать вес на озеро. Уважаемые казахи, ответьте. Кто поставил эту будку? Да он не выходит. Машина нету? Нет. А, он сегодня выходной. Никто не вышел. Уже для выходной на панельсоне. Так, едем по правой дорожке, да? Третья попытка найти нормальное место на западном берегу. Нам надо, чтобы был кусочек пляжа и камушек, где рыбу половить. Мост мы там переехали, потом спустили сюда. Здесь белые крупные камешки. Ну, в принципе, так вроде как бы ничего. Но, по-моему, получится. Они не обкатанные и острые. Но вода прозрачная. Интересные кусты с такими плодами. Даже не знаю, что это такое. Парни, что это такое? Что такие штуки? В принципе, место неплохое. Здесь можно палатку поставить при желании. От ветра. Камни, песка нет. Имена вот такие внутри. Зеленые. Лежит сеть. Наверное, рыбаки здесь рыбу с этой кровью. Но красота! Но ветер жесткий здесь на холме. Вон большой кусок поролона на микрофоне, на камере. Соник 3000 тест. Остановились здесь. На вот этом месте красивом. Сейчас здесь покупаемся. Устали от жары, зажарились. В них которых готов купаться. Марина тоже. Идем до сланцев. Выйти и будет очень тяжко. Без сланцев тяжко. На этих камерах так. Сейчас сланцы принесу. Без сланцев. Да, я объяснил, что это. Ну как, а, кричи-кай. Класс вообще. Вода теплая. Ну камни только. На улице плюс 33 градуса. Вода примерно градусов, наверное, 26. Ну вот такая вода. Очень неострые камни, поэтому все ходили в кроссовки. У меня даже в этих ботинках ногу немножко повредил. Марина красавки одевает. Берем, ты не моя обувь, я к ней не привыкла. Я на таких камнях купалась, на каблуках еще. Было время. Помнишь? Ну, удобнее же, кроссовка. Жалко, что пока искали солнышко. Кто заходит, кто выходит, облака появились. Дальше вот так не заходи. Там дальше сразу резко. Киря, глубоко не лезь. Киря, чувствует нос, сын? Я сейчас на одне стою. Да нырни ты уже. Нет, я не хочу нырять. Ты все, ты уже весь, весь промок. Да нормально. Вообще класс. Там вон остров какой-то. Два острова. Пошевелись. Я когда ныряю в воду, я на... Куда ты в глубину лезешь? Ты чувствуешь ногами? Да, да, да. Все, дальше не ходи. Да, дальше не ходи. Теперь, почему вкупаемся в футболках? Потому что очень жесткое солнце, и на Исселькуле, например, у Кирилла спина... Тихо. Кирилла спина сгорела за полдня всего. И у меня тоже. И за полдня, а за час. Спина сгорела за час. И у меня тоже. Поэтому сейчас купаемся в футболках. Смойся слюну со рта. Рукой. Смойся слюну. Смойся слюну. Да, но камни здесь, конечно, жесткие. Камни капец острые. Смойся слюну. Смойся слюну. Смойся слюну. Смойся слюну. firmь. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok